Добрый вечер! В предыдущем женском взгляде я говорила о том, что из всего в нашей жизни можно сделать шоу. Да даже собственную жизнь можно превратить в шоу. И уже в конце концов самому не понимать, что в твоей жизни настоящее, а что фарс. Шоу обязательно должно продолжаться, это главное его свойство. И шоу всегда продолжается. И шаг назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на дуне, сейчас и в нем, и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди. Губернатору споет Высоцкого и подпись в губернаторском инстаграме. Субботняя прогулка на столбах со старыми товарищами не обошлась без обсуждения серьезного вопроса. Обсуждали, что не надо вход на столбы делать платным, согласна, не надо, но не суть. Я о другом, губернатор с гитарой, Высоцкий и столбы. Это все еще настоящая жизнь или уже давно шоу? И где грань? И чувствует ли губернатор эту грань? И чувствуем ли ее мы? А, это еще цветочки. Ягодки, кстати, меня ожидали впереди. Когда я увидела эти фотографии, я сначала подумала, что это прикол такой, фотоколлаж или, как теперь модно говорить, фейк. Но потом я увидела эти фотографии еще и еще, в конце концов, я сходила в новости. Спросила. И мне сказали, да. На самом деле было такое мероприятие. Костюмированный забег на лыжах в честь Дня Победы. А на фото и правда, я не обозналась. Мэр Косноярска Сергей Ремин в тулупе. И шапки-ушанки с кокарды и на лыжах. А рядом с ним министр спорта края Павел Ростовцев в гимнастерке и пилотке. И рядом с ним еще кто-то третий. Не разглядела кто, но наверняка какой-нибудь начальник в тельняшке без козырки с надписью «Тихоокеанский флот». А теперь, внимание, все тот же вопрос, что это? Что-то настоящее, имеющее отношение к реальной жизни и настоящей памяти? Или все-таки шоу? Или фарс? Впрочем, наш костюмированный забег на лыжах – это так, провинциальные цветочки. А вот в столице, в Москве, вот уж где размах настоящего шоу. Пользователь Алексей Бигильдин выложил в своем аккаунте в Фейсбук фотокалендаря с окровавленными детьми. Вот такие вот плакаты с окровавленными детьми развесили в нашем детском саду сегодня. И предлагают сделать фотосессию в таком же стиле. Аргументация «Дети должны помнить о войне», – написал Алексей. Но тут уж не только наивная я. А многие пользователи подумали, что это фейк, стали писать об этом в комментариях, но нет. И этот фарс тоже оказался правдой. Календарей выпустила некая компания «Мастер Хост». Ее представитель заявил сайт «Открытые медиа», что календари подарочные. Деньги на них дал анонимный спонсор, а посвящены они, само собой, 75-летию Победы. Цитирую. «Концепция календаря полностью разработана нами. За основу взяты реальные фотографии времен войны. Это их, можно так сказать, реконструкции. Каждую деталь мы продумывали, гримеров привлекали, костюмы заказывали, перешивали настоящую форму военных времен с подлинной фурнитурой. Оружие для фотосессии предоставили музеи. Насчет декораций мы сотрудничали с парком «Патриот». Но поскольку календари подарочные, то их, естественно, дарят. Например, пять таких календарей уже отправили в Сирию в качестве подарка командующим российскими частями в этой стране. Имеет ли календарь с окровавленными детьми и предложение сделать фотосессию в таком же стиле отношения к настоящей жизни, настоящей памяти? На мой взгляд, нет никакого. Это имеет отношение только к шоу и к фарсу. Более того, это показывает нашу уже какую-то патологическую неспособность отделять настоящее от шоу. Я вам более скажу. На мой взгляд, намерение выдать оставшимся в живых ветеранам по 75 тысяч к 75-летию победы, это тоже не имеет никакого отношения к настоящей жизни. Это тоже скорее шоу, хотя и деньги реальные, я понимаю, да. А что было бы настоящим? Ну, я сейчас такую мысль скажу, которая, наверное, многим покажется банальной, популистской, но тем не менее. Настоящим было бы, если бы нам было не нужно собирать смс-ками деньги на лечение детей в побежденной Германии. А мы могли бы лечить их на родине бесплатно, ну, точнее, за налоги, которые мы платим. И это лечение было бы таким же эффективным, как и в побежденной Германии. Настоящим было бы, если бы побежденной Германии не пришлось отправлять в качестве гуманитарной помощи нашим детям, больным муковисцидозом, свой антибиотик. Просто потому, что мы ради шоу придумали импортозамещение и заместили их нормальный антибиотик на наш, от которого страшные побочные эффекты. Вы знаете, настоящее, в отличие от шоу, оно всегда незаметно. В то время, как в Красноярске проходил костюмированный забег на лыжах в честь победы над Германией, в Красноярске же шестилетний красноярец Егор Куйдин собирал и продолжает собирать деньги на лечение в Германии. У мальчика рак. Ганглион нейробластома высокого риска. Нужна иммунотерапия в Германии, в Кельне. 25, почти 26 миллионов рублей. Эти деньги могут спасти Егору жизнь. У него очень высокие шансы на ремиссию. Так что любые 100 рублей. И вот это настоящее. Вы знаете, настоящее, в отличие от шоу, оно всегда незаметно. Помогите Егору. Это настоящее. А вот кататься на лыжах в гимнастерках совсем не обязательно. Впрочем, участвуют ли в шоу, это личное дело каждого. На этом у меня все. Всегда Ваша Юлия Сорокина. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok